Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, вы на моем канале YouTube. Я надеюсь, что пишет звук в наушниках, но на всякий случай буду стараться говорить погромче, потому что сижу от камеры сегодня далеко. Сегодня хочу поделиться тем, от чего я избавляюсь, что собрала за последние две недели у себя дома. Я такими нападками на свои шкафы, на свои закрома нападаю и осознанно стараюсь избавляться от тех вещей, которые меня уже либо не радуют, либо я понимаю, что они вообще ни к чему, и меня только какая-то ностальгическая эмоция заставляет их оставить. Так вот, сегодня первая вещь, от которой я решила избавиться, это кухонные весы. И они со мной, наверное, года с 2013-го. Купила я их рублей, наверное, за 800, просто в каком-то, то ли МВидео, то ли в каком-то таком магазине электроники. Ну, в общем, они служили мне верой и правдой, такие зелененькие, веселенькие. Я их покупала еще под кухню у родителей, она тоже зелененькая. Но с ними произошла какая-то беда. Они начали немножко привирать веса, то есть, как я это вычислила. В какой-то момент я положила что-то взвесить, случайно почему-то это убрала, положила еще раз, они показали другой вес. Я вот так по два или по три раза начала взвешивать продукты, и они каждый раз привирали. То есть, в целом, у них расхождение с настоящим весом где-то, наверное, на грамм 15-20. Ну, в общем, я себе купила новые весы, которые не врут, которые меня очень радуют, и поэтому от этих избавляют. Следующий лот – это тоже весы напольные, чтобы взвешивать себя. Тоже мне долго служили, наверное, лет 10. Я с ними переехала от родителей. Но в этом году я обзавелась гарминами, умными весами, которые там не только вес показывают, но и жир, кости, воду и прочее. Поэтому эти не пригодились. Я сначала думала отправить их на дачу, но потом думаю, зачем мне захламлять дачу. В общем, избавляюсь. Нашла два диска с фильмами. Это Одри Хепберн «Завтрак у Тиффани». Легендарный фильм, горячо мне любимый, но у меня даже нет разъема для диска, поэтому избавляюсь. Фильм «Франкенштейн» когда-то мне подарили с Робертом Де Ниро. Прекрасный фильм, но, опять же, нету на чем просматривать. Избавляюсь. Избавляюсь также от книжек. У меня есть творческий блокнот от Леди Гэ. Это такая приколюха о том, как просто разбираться в картинах. В общем, для чайников очень полезно. Но тут есть всякие задания. В общем, мне не пригодился. За, наверное, лет пять так и ничего с ним не сделала. Дальше книжка «Элегантность в однушке». Этикет для женщин от Мэри Буше. Очень интересная личность Мэри Буше. У неё школа этикета международная. Она, по-моему, даже посол ООН. И вообще такая женщина, которая из солдата превратилась в элегантную женщину. И в такой лёгкой форме она описывает какую-то свою, наверное, историю в этой книжке. И даёт советы. Рассказывает о том, как правильно себя вести. В помойку сразу выкидывать не буду. Наверное, я куда-то в кроссбукинг или в какой-нибудь кафе, где есть книжки. Её там оставлю. Книжка «Феномен Зара». Она, вернее, книжка. У неё очень интересный дизайн. Сделали как пакетик Зара. Старый дизайн Зары. Вот так это выглядит. И здесь рассказано об истории основателя Зары, как он прошёл свой путь. Но, на мой взгляд, всё выставлено так, какой он гениальный, какой он молодец и как он всё это провернул. Честно говоря, это прям как идол поклонничества. Поэтому я не смогла это читать до конца. Тоже отдам куда-нибудь в кроссбукинг, либо кому-нибудь подарю из девчонок. Нашла блокнот брендированный из компаний, в которой я раньше работала. Половина исписана. В общем, избавляюсь. Дальше у меня вот такая копилка для бутылочных пробок. Я её сделала сама из рамки в Икее. Купила рамку, подходящую по толщине. И продырявили мы здесь с моим бывшим соседом дырку. Долго она у меня висела, нравилась мне, но надоело. Поэтому избавляюсь. Также у меня есть женские украшения. Здесь у меня много всего. И я от них избавляюсь просто потому, что уже всё это не ношу, всё это не актуально. Так, что у меня ещё есть? Есть крепление для велосипеда для камеры GoPro. Тоже у меня уже давно нет ни камеры. И я поняла, что снимать с руля велосипеда не очень удобный вариант. Поэтому избавляюсь. Есть пробка. Я уже больше трёх лет не пью вино. Но, тем не менее. Так, есть ещё браслет. Есть ещё вот такой переходник. Вообще не знаю, откуда я его взяла. Давно он у меня валяется. Я каждый раз думаю, ну, вещь, наверное, хорошая, куда-то пригодится. Но некуда его вставлять, поэтому избавляюсь. Так, есть ещё крепление на голову тоже для камеры GoPro. Вот так вот это выглядит. Это можно на камеру, на шапку. Тоже я поняла, что не самый удобный вариант. Потому что, когда ты едешь на сноуборде, я вот так это планировала использовать. Либо папа использовал это для дайвинга. Ты едешь, всё время крутишь головой. Чтобы понимать вообще, где что происходит. Тем не менее, и в видео, соответственно, такое же получается. Оно всё время вертится. Нестабильное. Поэтому я поняла, что удобнее всего лично для меня снимать селфи-палки. Поэтому от этого избавляюсь. Какие-то ленточки у меня. Думала, что будут какие-то галстуки себе завязывать. Не пригодилось. Интересная вещь. Это банка, в которой почему-то лежит салфетка, и в которой лежат заржавевшие ножи от советской мясорубки. Откуда это у меня, я понятия не имею. У меня было две мясорубки, которые я выкинула. Одну выкинула, одну подарила подруге, потому что не пользуюсь мясорубками. И, в общем, всё это не пригодилось, поэтому выкидываю. Насадка на фен. У меня две очень похожие. Одна пошире, другая поуже. Не пользуюсь. Решила оставить одну. Вдруг когда-нибудь начну, от одной избавляюсь. Один новогодний шарик с прошлого года остался. Так, и самое интересное. Я разбирала свои цепи провода и прочее. И нашла iPhone 4s. Это единственный iPhone, который был у меня. И я его хранила как память, потому что это последний iPhone, который был сделан при Стиве Джобсе. Пятёрку уже выпустили, когда, к сожалению, Стив Джобс покинул этот мир. И я его хранила просто как память. У него уже была треснута задняя крышка. Но, разбираясь в проводах и в девайсах, я увидела, что у него вспучилась батарейка. Поэтому я решила от него избавиться, потому что, когда вспучивается батарейка, телефон становится пожароопасным. И, в общем, его уже небезопасно хранить. В общем, решила я от такой реликвии избавиться. И, соответственно, куча проводов к этому iPhone, дополнительных, тоже не пригодились. Старинная флешка, тоже непонятно, что там, где там. Запасные, вернее, старые ремешки от часов. Мои часы Деллен Веллингтон, на которых сменные ремешки. Я их купила с чёрными, с чёрным ремешком. Потом поменяла на коричневый. Почему-то чёрный оставила, хотя они стали уже страшненькими. И вот они лежат. В общем, выкидываю. Ещё одна шкатулка. Тоже не пригодилась. Тоже выкидываю. Для крепления для GoPro очередной винтик. И у меня ещё оказалась вот такая... Вот такой чехольчик от моей вечерней сумочки. Вечернюю сумочку, поскольку крайне редко где-то нужно появиться прям с вечерней сумочкой из кожи питона, я не ношу в том виде, в котором она задумана. Я сделала из неё, скажем так, такой кошелёк. Складываю туда все свои визитные, кредитные, дебетовые карты. И туда же помещаются телефон и паспорт. И спокойно она лежит у меня в сумке. Очень удобно хожу с ней в таком виде. Вот. Затягивать дальше видео не буду, потому что, мне кажется, это и так сложно пережить. От мешка у меня получился добыть. Это прям мешок оконный. Мешок получился прям-таки даже не мешок, а большая сумка Леруа Мерлен. Поэтому чувствую себя прям молодцом. И буду относить это всё на помойку. Ну а с вами на сегодня прощаюсь. Надеюсь, моё видео с моим расхламлением вдохновит также и вас на то, чтобы избавиться от каких-то ненужных вещей, которыми вы не пользуетесь, которые просто лежат. Непонятно зачем. О, как раз ко мне пришли гости, поэтому закругляю снимать видео. Всем удачи. Пока-пока.